Наводить лоск в Омске будут до 14 мая. На уборку периодически будут выходить представители промышленных предприятий и муниципальные служащие. И не только по выходным, но и в будни, в частности сегодня, на очистку территории вышли сотрудники Департамента городского хозяйства мэрии. Наша съемочная группа проехала по городу и попыталась понять, эффективны ли такие усилия. Эти кадры сняты на территории Задыкая-Мини-Бараново, который находится в Октябрьском округе, с разницей в один месяц. Раньше здесь были три мусорных контейнера, но для того объема отходов, который ежедневно выбрасывали жители и предприниматели, этого было мало. Рядом выросла свалка. Контейнеры убрали, но по старинке мусор несли именно сюда. Не помогали даже запрещающие таблички. Живности вот этих крысы, когда развелись, начали в дома забегать эти крысы, вот только тогда убрали, вот буквально как снег сошел. Он еще, хотя написано было, что штрафы на это не реагировали, вон столб, и там написано. Мусор вывезли, а участок огородили сигнальной лентой. Но это не означает, что территорию Задыка-Бараново можно назвать чистой. Одну свалку ликвидировали, зато тут же появилась другая. Несмотря на то, что субботник уже прошел управляющая компания, до сих пор мусор не вывезла. Представители местного КТОСа объяснили, мусор вывезут сегодня, но не управляющая компания, а управление благоустройства администрации Октябрьского округа. Здесь это не свалка. Сегодня мы провели субботник. Мы решили убрать вот эту бесхозную территорию. Бесхозной назвать ее вообще сложно, потому что здесь находится газовая установка, электроустановка, щитовая. Находится тепловой узел, однако почему-то вот собственники вот эти вот энергосбытовые компании все, они почему-то не следят за этим. До 14 мая бороться за чистый город будут также государственные и муниципальные служащие. В частности, в Ленинском округе. Убирая территорию вокруг детского сада, вышли сотрудники департамента городского хозяйства. Участок, скажем честно, не самый грязный, учитывая, что на его саночистку вышло больше 30 человек. Справились с уборкой примерно за 30 минут. Ориентировочно в день выходит в каждом административном округе от двух до трех тысяч человек. В среду рекордное количество в советском округе вышло, почти 8 тысяч человек вышло. Вот только на самом известном в советском округе грязном участке, видимо, никто из этих 8 тысяч человек, в числе которых были и сотрудники окружной администрации, так и не появился. Стеклянные бутылки, упаковки от продуктов, строительный мусор и даже мебель. Этот пустырь в советском округе уже давно превратился в свалку, а раньше здесь была хоккейная коробка. И судя по тому, на каком расстоянии этот мусорный мешок находится от дома, скорее всего, его выкинули из окна. По данным управляющей компании «Каскад», эта территория муниципальная. Раньше относилась к спортивному клубу «Орленок». Теперь здесь круглый год скапливается мусор. Последний раз отсюда вывозили отходы пять лет назад. И силами все и той же управляющей компании. Пять «Камазов» и местный полигон был очищен. В этом году убрали частично. Видимо, пока город не обратит внимания на бесхозный участок и, например, не сделает там детскую площадку, территория так и будет захламляться. Тахмина Тынысова, Александр Лысак и Артак Мурадиан. Новости здесь, Омск.